Всем привет! Это Юля и Саша, и вы смотрите канал Куда Поехать. И сегодня, на самом деле, я одна уезжаю в Геленджик. Так получается, что чаще всего по России путешествуем мы только исключительно по работе. И я еду туда не отдыхать, а снимать кино. Но, тем не менее... Верёд она! Она меня бросает здесь, оставляет, сама поехала одна Ю. Но, Сашечка, я обещаю всё своё свободное время гулять по Геленджику, отдыхать, купаться, загорать и передавать вам все свои эмоции и впечатления. Когда мы в прошлый раз уезжали в Центральную Америку, у нас на двоих было столько же багажа. Сколько у тебя сейчас на... Ты думаешь, я переезжаю туда жить? На самом деле, так много вещей я взяла не потому что я так хочу, а потому что так надо. Дело в том, что именно осенью в Геленджике дают очень сильные ветра, и поэтому надо брать с собой всё. От купальника до шубы. А сейчас осень? Да. Почему? Это тёплый денёчек, потому что солнышко меня провожает. На самом деле, сейчас май, мы заранее снимаем это видео, чтобы показать его в сентябре. В общем, ребятки, поехали со мной, Сашка останется здесь, я буду по нему очень сильно скучать, и он вместе с вами будет смотреть эти видео из солнечного, я надеюсь, очень надеюсь, Геленджика. Та-дам! Ну а я стою здесь, и будем снимать кино здесь. Пошла собирать продукты. Если честно, на поезде не ездили уже лет сто, и был вариант как бы либо лететь на самолёте, что гораздо дешевле и быстрее всего каких-то два часа. Всего какие-то два часа, три с половиной тысячи компании Победы в одну сторону, и вы уже в солнечном Геленджике. Я же выбрала поезд, и хотя он не идёт до Геленджика, он тут до Новороссийской, дальше придётся перемещаться на машине, но вот это чувство проехать 23 часа на поезде в купе. Сколько сутки? Здравствуй, мама. Я приняла провожать маму. Ну всё, ребяточки, встретимся с вами уже в купе, а сейчас мы будем проходить все эти таможни, всё такое прикольно. По-таможни нет, вот и по России путешествую. Ой, блин, забыла. Ну, в общем, ладно, до встречи в поезде. Давай, друзья, не проверяй по паспортам, я возьму билетик, и я вот вместо тебя, а ты останешься. И вместо меня будешь там работать? Вторым режиссёром нет. У тебя же завтра съёмка в ночном клубе, Саша, почему ты готовы поменять ради девушка? Не просто ночной клубе, стриптиз. Так. На самом деле поезд стоит гораздо дороже самолёта. Вот у нас фирменный поезд-купе в одну сторону стоит почти 9000. В пути мы будем 23 часа. Единственное, как мне сказали, вход в какое-то питание. Уж не знаю, что такое. Раньше я такое в поездах не видела, нужно было всё это делать за деньги. И теперь вроде бы появились завтра. В общем, всё расскажу вам уже, когда прибуду, как оно было вкусно-невкусно, сколько стоило. Вот. А сейчас у меня такое предвкушение. С одной стороны радость от того, что, ну, какое-то всё равно смена в снору. Просто очень грустно, потому что без Сашки я просто, ну, не могу. Всё, он берёт на руках, Сашке надо уходить, уезжать на работу. В общем, на самом деле на душе не радость. Потому что без Сашки это не путешествие ничего. Просто я буду очень-очень скучать. Всё, с мозгом пусти. Всё, пока. Пока-пока. Камера уезжает с ней. Поехали. 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 Бухатика,oldi. Поехали и я. Поехали,arl熱. Поехали. Блохали. Буй. Поехали что ли? Мы наконец-то в нашем купе, знакомьтесь, это Женя, вместе едем по работе, вместе работаем. Это наш продюсер, который не дает мне снять ролик. В общем, я хотела рассказать вам, собственно, что входит в стоимость билета за почти 9 тысяч рублей, да, купе? Нижние 9, верхние 6. Как интересно. Смотрите, ребят, у нас есть, это еда? Да. О, у нас есть еда завтрак и обед, я так поняла, да? Здесь есть водичка. Это перекус. Перекус. Какое-то печенье, колбаска. Очень прикольно. И таких у нас на каждого пассажира по боксу. А так мы едем с Женей в купе вдвоем, соответственно, мы будем объедаться. Кроме того, у нас есть... Жень, поможешь мне? Вот. Простите. Кроме того, у нас есть вот такие вот тапочки. Жень, у нас отнесся... Все хорошо, Алексей Витальевич! Который есть в багажный отдел. Кроме того, в нашем купе есть вот такие вот тапочки. То есть уже почти как в самолете, прикольно. А в тапочках есть одноразовая зубная паста и щеточка. Что это такое? Влажные салфеточки. Ну, в общем, достаточно комфортно. Я не ездила в поездах уже, наверное, более 10 лет, скажу вам честно. И уровень достойный. И купе такой приятный, и сиденья мягкие, все так раскладывается. Самый лучший поезд. Самый лучший поезд. Ну, в общем, видите, как приятно ехать и по работе в самом лучшем поезде. В общем, я думаю... Самый быстрый. 22 часа. 22 часа. Ой, мы в дороге уже где-то около двух часов. Поезд очень приятный, очень чисто. Здесь биотуалет. Я помню, лет 10 назад, когда мы ездили, было такое понятие, как санитарная зона, да? Там что-то поезд трогается и 40 минут не пускают в туалет. Сейчас туалет био. В этом вагоне, сказали, даже есть душ. Очень чистенько, очень аккуратно. Нам принесли свежую прессу. Нас спросили, что мы будем на обед. Тут реально есть выбор либо макароны с курицей, либо гречка со свининой. Вот. То есть нас кормят. Это входит в стоимость нашего билета. Общее впечатление прям, ребята, очень позитивные. Единственный минус для тех, кто курит и хочет в поезде что-то выпить. С курением здесь очень строго. Курить категорически запрещено. Помимо штрафов, здесь просто после первого предупреждения, как нам сказали, высаживают. Вообще просто используют. Потому что постоянно курируют, уж не знаю кто, какие-то сотрудники. И за этим внимательно следят. Также запрещен алкоголь. То есть там тихонечко в купе вас, конечно, никто не тронет. Но ходить по поезду в таком состоянии или распивать алкогольные напитки строго запрещено. Поэтому тем людям, кому это важно, лучше летите на самолете, ребята. Потому что 23 часа в таком режиме, что ничего нельзя, конечно, людям будет тяжеловато. Но мы едем, настроение классное, сижу, работаю за компьютером, делаю отчеты. За окном солнышко, все хорошо. В общем, нам принесли обеды. Очень-очень горячие. В таких вот коробочках. Ну правда, как в самолете. Смотри, мне киркурич, короче. Опять он! Знакомьтесь! Принесли нам обеды. В общем, как я уже говорила, два варианта. Вот это курица с сливочным соусом и есть свинина в томатном каком-то соусе тоже. В общем, такие вот прикольные коробочки, как в самолете. Очень горячие, аж держать не могу. Сейчас посмотрим, что там внутри. Курица нежная. Прикольно. В этом поезде голодным не останешься точно. Здесь сухой паек, есть курочка, есть свинина. Так что у нас сегодня праздник живота. Прибыли мы в солнечный Новороссийск, ребят. В общем, дорога прошла отлично. Поезд чудесный. Нас окормили завтраком, очень вкусным, очень прикольно. В общем, а теперь мы стоим все с нашими киношными сумками. И здесь у всех просто глаза как пять копеек. Потому что реально вот это все сейчас надо нам будет переносить. И еще отсюда мы поедем до Геленджика, я не знаю, там 30-40 километров. В общем, дорога веселая, обстановка рабочая. Надеюсь, дальше будет лучше. По дороге из Новороссийска в Геленджик, в таком прикольном месте, здесь стоит памятник морякам революции. Обалденно красиво, ребят, побережье. Просто обалденный вид на Новороссийск. Такой портовый город. К сожалению, мы ехали только по промзонам, поэтому показать его я вам не могу. Но отсюда вид открывается просто сказочный. А жить мы будем в отеле «Белый дом». Он находится прямо рядом с набережной в центре города. Такой небольшой, симпатичный беленький отельчик. Есть бассейн, что еще надо для счастья. Осталось самое малость – это сходить в душ, привести себя в порядок и с новыми силами пойти исследовать. Прекрасный город Геленджик. Оставайтесь с нами. Я переоделась, отдохнула, приняла душ, чувствую себя белым человеком, ребят. И немножко прошлась по набережной. Скажу сразу, виды здесь прикольные, очень много всяких интересных местечек. Мы обязательно с вами отдельно прогуляемся, пройдемся, все расскажу. Но меня поразили цены в кафе. То есть даже в Крыму, вот насколько я помню, все гораздо дешевле, потому что в среднем поесть в милом кафешечке с видом на море, на открытой террасе, ну как мы любим на отдыхе, стоит суп – 500-600 рублей. Второе блюдо – 800 и выше. То есть, в принципе, когда ты приезжаешь на две недели, да, ну, это того стоит. Но когда ты приезжаешь сюда по работе, и если мы будем питаться так ежедневно, то, естественно, у нас вся зарплата идет просто тупо на питание. Поэтому сейчас я отправляюсь в одно место, которое нам порекомендовали местное, где можно за очень лояльные деньги пообедать, где есть какие-то счастливые часы, ну, в общем, какая-то прикольная штука, называется «Закат до рассвета». И беру вас с собой. Вот 5-7 минут на машине, на такси, за 150 рублей и мы оказались у коробки-клуба «От заката до рассвета», про который я вам уже рассказывала. И здесь еще одна фишка. Помимо того, что здесь цены и так ниже, чем на набережной, с 9 утра до 6 вечера действует 30% на кухню. Соответственно, можно поесть еще более экономично и, говорят, здесь достаточно вкусно. Смотрите, кафе находится не в центре, в таком, типа, улочке, здесь есть караоке, есть вот такой вот внутренний зал, и, как я уже сказала, летняя веранда. По-моему, очень даже отлично. Еще говорили, что здесь вкусно. Кормят? Проверим. Здесь такая вот летняя веранда, есть помещение внутри. Сейчас расскажу про процент. Это отчет? Смотрите, холодные закуски от 250 рублей. Горячие закуски от 160 вареники. Самое дорогое, вижу, хвосты креветок 590. Салаты в среднем стоят 300 рублей, что по сравнению с тем кафе, где они стоят по 600-800. Значит, паста карбонара 290, супы 150-200. Возьму себе что-нибудь, паста карбонара. Сказала Юра и заказался салат Цезарь. Цезарь морской, здесь есть креветки, сомга. Очень нежный, 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 правда, салат. Очень нежный соус и огромные порции. Мне пока все безумно нравится. Теперь осталось дождаться борща с макушкой. Салат потрясающе вкусный, насколько я люблю Цезарь. Это один из лучших Цезарь, который я пробовала. Еще принесли борщ, вот эта красивая чашечка. С салом, с чесночком, с острым перцем. В общем, то, что доктор прописал в супчик, очень хочется. Ну, честно скажу, Цезарь очень понравился. Борщ был неплохой, но ничего такого экстрадиона. Вкусно, очень вкусно, потому что не хватает, когда вдали от дома, такой домашней еды. Все классно, все вкусно. Получился счет у меня 500 рублей. Это со скидкой. В 30% без скидки было бы рублей 700. Но, тем не менее, за те же самые деньги я максимум поселила салатик там на набережной. У кафе есть только один минус, ну, достаточно большой. Это то, что здесь нет никаких видов туда. Но, если вы приезжаете отдыхать всего на 10 дней, на недельку, на две недели, конечно же, гуляйте на набережной. Там красиво, там вид на море. Если вы приезжаете сюда, как и мы, наподольше жить и для того, чтобы просто не разориться в городе Геленджике, приезжайте в кафе на закат до рассвета или в другие подобные кафе, которые находятся чуть дальше от набережной. Цены резко отличаются и это позволит вам сэкономить. Вот такой вот насыщенный у меня получился день. Мне, если честно, очень не хватает Сашки, потому что я привыкла, что в путешествиях мы всегда вместе как бы делимся эмоциями, радостями. А здесь мне всего этого очень сильно не хватает. Но, в любом случае, ребят, обещаю, что каждую свободную минутку я буду гулять по городу, постараюсь максимально показать, что же посмотреть в городе Геленджике. Я обязательно покажу вам прекрасную набережную, пройдусь по самым интересным местам. В общем, каждую свободную минуту посвящу тому, чтобы хоть немножечко, хоть чуть-чуть показать вам этот прекрасный город. На этом я выпуск заканчиваю. Спасибо вам, что вы у нас есть. Мы вас очень-очень любим. Пока-пока.